Привет, меня зовут Павел Абастов и добро пожаловать в предпоследнюю серию по игре Resident Evil Revelations. Тебе царский королевский лайк, а я желаю тебе приятного просмотра. Итак, теперь вам все понятно. Джессика! Прости, Паркер. Увидимся. Паркер. Resident Evil Revelations Эпизод 11. Откровения 4,28. От королевы Зеноби. В данный момент эвакуация невозможна. Пока остаюсь в небе. Фокусник, конец связи. Ты кто? Ты кто, мэш, мразь? Что они сотворили? Мы справимся, Крис. Повторяю. Не могу к вам подлететь. Справитесь с этой твоей. Целься в паразитах. Их надо уничтожить. Имеешь ввиду, что этой огромной хренью управляет паразит. Охренеть. Устранить огромную хрень. Ну и перевод, конечно. Стоп. Ну а че, а че, а че, а че нам делать? Ты че? Мы ж мразь. Если честно, я хочу сказать, че делать. Да божечки. Так. У меня осталось 3 минуты. Что мне с ним можно сделать? Знаешь, что я думаю? Я сбросил вам патронов. Опачки. Патроны, говоришь? Где они? Где они? Давай, давай, иди сюда. Мои хорошие патрончики. Ракетница? А я не хочу. Стреляй, джоэл. Я его без ракетницы попробую замочить. Зачем мне ракетница? Я же у мамы хрой игрок. Это если совсем уж не получится, то-то да. У меня патронов больше нет. Стопай, стопай, стопай. Ракетница? А где другое оружие? Где моя винтовка? Ах ты, мы ж мразь. Я не знаю. Типа у меня 7 патронов осталось. Патронов нет, патронов нет. Ай, пофиг. Короче, придется ракетница. Я не знаю, типа. Ам, серьезно? А у меня патронов нет. Чем мне с ним сражаться-то? Алло. У меня нет патронов. Чем сражаться? Слышь? Ножом, что ли? Дайте мне патронов, слышь. Вы что? Как, как, чего? Мне чем сражаться с ним. Дайте мне что-нибудь. Алло, игра. Я сбросил вам патронов. Давно пора. Патронов он сбросил, блин, дурачок. Ракетница. Вот так получается. Я сбросил нам патронов. Да божечки, меня сейчас убьют. Короче. Над, королева Зеноби. Да, я понял. Давай-давай. Слышим. Давай разбираться с этим монстром. Где ракетница? Не могу к вам подлететь. Справитесь с этой тварию. Целься в паразитах. Их надо уничтожить. Имеешь ввиду, что этой огромной хренью управляет паразит. Охренеть. Устранить огромную хрень. Сейчас мы ее устраним. Погоди-то со своими патронами. Мужичок. Изи. Капец, конечно. Капец, конечно. Угу. Да ты заколебал меня. Умри уже, а. Монстр. Ну что я могу сказать. Остались только ракеты у нас. Придется ракетами их мочить. Угу. Угу. Стреляй, Джил. Ежесена небеседа, божечки мои, а. Дайте мне патронов кто-нибудь, боже. Ну дайте мне патронов. Ну чем мне? У меня патронов же нет. Ну игра. Ну серьезно. Да сбросил. Да сбросил уже патронов, боже. Тебя, как тебя зовут там, фокусник или как тебя? Будем бегать, значит. Я сбросил вам патронов. Да неужели патронов он сбросил. Молодец, дурачок. Да ты заколебал меня, монстр. Умри уже, а. Может быть еще мне сбросишь патрончиков, фокусник или как там тебя? Я сбросил вам патронов. Давай, 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 давай. Ну давай еще сбрасывай патроны, где они? Мужик? Вы оба невероятные. Я сброшу вам лестницу, собирайтесь. Да? Ты мне не врешь? Лестницу он нам сбросит. Ну давай, где лестница-то? Капец. Ты не умер. Слышь. Крис. Вози нас отсюда. Быстро. Быстро. Бай-бай. Я вытащу нас отсюда. Нет, погоди. С этой тварью нужно покончить. Согласна. Оу май. Готов, Крис? Всегда готов. Отсюда его не достать. Подлети ближе. Мимо Рус, слишком опасно. Доверься мне. Ну ладно. Держитесь крепче. Вот это я понимаю. Парк. Ну вот. maj. Малый бом嘩. Малый бом. Да? Малый бомбflict. Малый бомб. Малый бомбля. Малый бомбля. Малый бомбля. Малый бомбля. Блин, классно согласись, вообще классно. Да сколько их там? Все лезут и лезут. Да заколебал пуля, чайки хрени. Мы облетим его, держитесь. Слышь, Ярик, водила, хватит летать так. Стреляй, Джоэл. Да стреляю я. Ежесе на небесе, да сколько же вас? Надо еще успевать охлаждение прожимать, я вроде бы успеваю. Так что имя-то не перегрелся. Тварь сдохла. Все? Нет. Нет, серьезно. Ежесе на небесе, изыди демон, изыди демон, изыди демон. Народ, у меня для вас подарок, держите. А ты знаешь, как угодить даме, Кирк. Цель за впасть. Сразу нельзя было это сделать? Нет. 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 Королеву Зеноби. Ну вот и настал конец для Зену. Это я. Как вы там? Уже в пути. Но без паркеров. Джессика подорвала корабль. ФБС. Вернее, Морган. Все время был на шаг впереди нас. Да, понимаю. Боюсь, что все это было ошибкой. Моей ошибкой. О, Брайан, выкладывайте. Все на чистоту. Ну ладно. Все началось год назад. Именно там, в Терагриге. Ну давай узнаем, что там в Терагриге случилось. Год назад, Терагриге. Ну и лицо, конечно, у нее. Посмотри, посмотри. Капец. Так, у меня Генезиса нет. 15 патронов. Верно. Давай доберемся до командного пункта. Надо поспешить, иначе штаб ухана. Иди сюда. У меня 4 патрона. Серьезно, 4 патрона вы мне дали? Дурачки. Ааааа. Аааа. Комиссар Ленсдейл был прав. Да. Босс давно настаивал на расширении полномочий FBC. Именно о подобных ситуациях он и хотел предупредить мир. После такого все точно задумаются об угрозе биотерроризма. Неплохая рекламная кампания получилась. Ну да. Может, мировое сообщество наконец поймет намек. FBC ждет нехилое расширение. Черт! Проклятые твари! Реймонд! Джессика, помоги ему! Ты ему помогай, я пока патроны соберу. Да сколько же тут этих тварей? Их всех надо перебить, если мы хотим спасти кусанта. Так. Пойду. Реймонд! Реймонд! Трансез. все отлично я в норме ну логично же приказ эвакуироваться но я же могу страшаться не убедил хватайся за меня и вперед на слишком мало нужно перегруппироваться чёрт опять они слишком ты молод чтоб герои себя корчить хоть погоны заслужи помереть успеешь это верно бродит маленький может мне поможешь нет девчонка постреляешь мост него у меня же пистолет я тащу приятно ну девчонка dream team прям у нас получается я тащу я стреляю и она еще за мной идет куда так это походу тупиковая ветвь да нет тихо читаем устав fbc государственная биотеррористическая комиссия была сформирована правительством сша представляла собой исполнительное агентство руководствующие принципами предусмотренными национальным законом о защите граждан этот документ описывает устав fbc и обязанности ее членов сша и их интересов от биологических угроз наша организация будет работать с другими странами и их другими странами чего и с их соответственными органами по защите дикой природы для охраны здоровья населения также нам поручено обеспечивать биологическую защиту граждан страны в обязанности членов fbc входят исследования обучение и помощь биологическому сообществу политики будут содействовать только по необходимости любые расходы дополнительного бюджета и в ней реализационная деятельность утверждается комитетом по защите дикой природе председатель fbc был избран комитетом по защите дикой природы в обязанности председателя входит полный контроль над fbc и координация всех действий с представителями служащих сша представитель fbc главный облюд наблюдатели наверное национального общества защиты животных все члены национального общества защиты имеют право обратиться за помощью к представителю включая министра иностранных дел и обороны директора национальной разведки но именно представитель принимает окончательное решение по всем вопросам биологической безопасности страны это конечно все интересно но нет надо выбраться отсюда да я вообще правильно иду нет но раз патроны есть значит я правильно иду наверно паршива много крови теряешь ему вообще лучше не двигаться нужна первая помощь угу угу тут должно быть безопасно мы можем там найти чем перевязать парня сейчас вернемся курсант никуда не уходи все будет хорошо ладно паркер пойдем найдите жгут но пошли почему нет здравствуйте патроны к штурмовой винтовочке столько крови а людей вообще нет почему-то видимо они то ли в монстров превратились то ли что-то еще тебя не изменить но не слишком литый строк новичку чуть и надо твой на рейман с такими как он и надо построже а то никогда не повзрослеют это не детские игры это воспитание мужчину из мужика сделать только другой мужчина признает как правильно воспитывать потому что если нянчится с человеком то ничего из этого не выйдет так показывает практику ну где бинты дырёк рс это я все тут обыскал о ежедневный курьер статья 1 ну давай читать лондонский ежедневный курьер трагедия второгрегии донателло лутсадки родился зверь и теперь склонился в сторону европы и этот зверь федеральная комиссия по биотерроризму что особенного в этом звере федеральный комитет по охране человечеству подаривший жизнь этому зверю не было зверем сама по себе а должен был помогать сша в борьбе с биотерроризм к сожалению европа стала домом трагедии которая пробудила зверя и виси взяла под контроль вспышку биологической опасности в триогрегии и фактически помешало принять участие другим странам триогрегия акваполис совместный проект американских и европейских ученых созданный для разработки альтернативных источников энергии создание города преследовала две цели европейцы хотели остановить глобальное изменение климата американцы разработать источники энергии для африки исходя из этого город был размещен в средиземном море триогрегия совместно управлялась обеими странами и ее преподносили как образец успешного сотрудничества сша и европы а террористическая атака поставила на этом крест согласно условиям договора сша и европа имеет равные права по управлению на терроригии при атаке террористов только в случае биотерроризма fbc берет инициативу в свои руки fbc была основана для единственной цели бороться с угрозой биотерроризма они имеют постоянный запас отличных солдат почему у них самый обширный устав больше чем у любой другой организации в европе при кризисе сша дало добро и fbc приняла обязательства и взяла контроль на ситуации в условиях кризиса таким образом благодаря хаосу на террориге fbc взяла на себя образы правления комиссар fbc морган лэнсдейл заявил вмешательство ес недопустимо пока его организация разбирается с кризисом власть европы потребовали от лэнсдейла соблюдения их прав в этом вопросе им удалось убедить его подключить к делу клайва р.о.брайана командующего bsa уважаемой международной гражданской группы но проблема в том что хотя сам обран является экспертом по биотерроризму у него практически нет рядовых сотрудников что ограничивать его возможности пока история трагедии еще продолжается fbc не знает о масштабирование страдания в террориге хватит ли линсдейлу возможности и ума чтобы взять теракт под контроль и самому не стать жутким зверем покажет время ну я изучил документ но вы мне дадите бинтик или нет алё а я может что-то не понимаю ну где карта 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 нет карты стоп я запутался я реально запутался стоп я вот если я отсюда пришел то мне надо в ту дверь к правильно же правильно давай пойдем посмотрим что там вот смотри дверь к тут заперто и тут вот для кого придумывали такие лабиринты вот объясните мне зачем и почему вот здравствуйте направо пойдешь тупик на линии когда же это закончится ты что мышь мразь так пугаешь меня я я я я чуть со страху не помер ты что ты что творишь мышь мразь выпрыгнул из угла я я я я я не знаю извлекаться я щас начну капец блин она придумывали хорроров вот вот зачем у меня посоветовали в это играть пистолетные патроны да я опоздал пострелил топ читаем ежедневный курьер статья 2 лондонский ежедневный курьер кто командует генералом Донателло Луцацки является ли он лишь темной фигурой управляющей событиями из-за кулис или он герой воюющий с биотерроризмом все кто слышал речи генерала Моргана Лэнсдейла сразу поражает его интеллект и проницательность обаяние которое очаровывает слушателей хорошо послужило ему в мире плаща и кинжала международного шпионажа в котором он работал много лет ему удалось убедить конгресс расширить устав его группы с целью обнаружения и устранения угроз биотерроризма в результате Лэнсдейл руководит не только ФБС но и федеральным комитетом по охране видов он не желает уходить с какой-либо из этих должностей Лэнсдейл создал ФБС для борьбы с биотерроризмом это организация крупный игрок в сфере общественной безопасности и защиты животных и все это благодаря Лэнсдейлу но вопрос остается открытым герой ли он или монстр время покажет прикольно чем могу сказать только тут вот монстров дофига а генезис у меня до сих пор нету патроны к штурмовой винтовке наконец-то а вот и наши долгожданные патроны и бинты патроны блин вот вот всегда под конец нам дают дофига патронов то скорее всего сейчас эпизод этот завершается и типа патроны нам так на один жгут а это что такое ладно окажите помощь Рэймону Рэймонду помогите помогите ты меня хрен напугаешь мудила я тебя насквозь вижу пусть я потрачу больше патронов но зато меня никто не ранит и не напугает это самое главное чёрт меня окружили не знаю смогу ли нет слушай меня курсант сегодня ты не умрешь приказываю тебе выжить мы на подходе ну чё ты встал я в порядке но если они эй ты молодчина Отлично, все живы-здоровы. А теперь подлатаем нашего юного курсанта. Добро пожаловать в реальный мир. Понял, сэр. Хорошо. Должно полегчать. Идти вроде бы могу. С нами пойдешь. Лифт командному центру уже рядом. Опачки. Какая музычка приятная. Оп, оп, оп. Сам идти сможешь, кусай. Я разберусь со всем, что встать. Правится. Ты у меня так не пугай, да? У-у-у-у-у-у-у-у-у. Капец, у него глаза защиренные. Защиренные. Джессика, ты где там? Надо спешить. Давай, давай. Да. Что-то не клеится. Ты о чем? Сами подумайте. Это биоружие. Его доставили и выпустили очень профессионально. И как у них получилось обойти разведывательную сеть FPC? Ничего не сходится. Если, конечно, это не чей-то замысел. Курсант, ты выходишь за рамки. Мы тут, чтобы урегулировать ситуацию, а не расследовать ее. Но я же логичные вещи говорю. Ну да, логичные. Будь я на месте главных героев, я бы, конечно же, расследовал. А так? Тут повсюду охотники. Командный пункт уже рядом. Следи, чтобы курсанта не пришибли. Я знаю, что тебе больно, курсант, но не отставай. Курсант? Это где? Сорян. Девушка, ты что творишь, а? Ножками не маши, пожалуйста. Потому что все свои. Куда идти-то? Я, может, что-то не понимаю? Ну, типа... Стоп. Матсу... А-а-а-а-а... Я, походу, начинаю понимать. Сейчас, секунду. Мне, вроде бы, сюда надо идти. А-а-а-а! Так это уж предысториям. Тогда понятно, что мы... То есть мы сюда пришли, понял, все, это предыстория. Прикрой его. Да и давай, давай. Все. Курсант, спрячься в командном пункте. Мы тут сами справимся. Уже бегу. Похоже, Реймонд в безопасности. О! С охотниками покончено. Уж я надеюсь. Пойдем в командный пункт. Да, я понимаю и слышу тебя прекрасно. Это замечательные новости. Все в полном порядке. Хорошо тебе допраздновать на королеве Дидоне, Морман. Морган, ты хотел подстроить вспышку вируса на наше корабле. Да, поимел ты нас. Я не закончил. Для вас есть еще одно применение. Корабль является контролируемой средой для ваших мутаций. Данные которых послужат благой цели. Смелость твоих эгоцентричных амбиций впечатляет. Меня всегда тошнило от этих ваших американских выдумок. Это я приму за комплимент. Мы знали, что ты можешь стать для нас помехой. Поэтому сохраняли видеозаписи всех переговоров с тобой. Если люди их увидят, твоей жизни конец. Поступай как тебе угодно. Запуск спутника разрешен. Он полностью истребит новый вирус. Подонок! Ты вскоре будешь приведен в то место, где узрев ответ воочию, постигнешь сам, чем воздух возмущен. Ты понял, что произошло? Братик, ты живой! Братишка! Брат, братан, братишка! Когда тебя отпустят? Красава! Красава! Ты был прав. Все это время. Слава богу, хоть кто-то понимал, что происходит. Не будь так строг себе, Паркер. Теперь моя очередь тебя спасать. Давай, пора выбираться отсюда. Вот это настрой, курсант. Капец. Капец. И вот мы вместе поставили этот капкан. Весь спектакль с возрождением Вельтро. И укрытие в горах, и координирование кораблей. Все, чтобы Морган засуетился. Но, сэр, мы могли хотя бы нам сказать. Пока в Биаса был шпион, я не мог рисковать. Простите меня. Столько сил ушло. А потом и Зеноби, и Семирамида. Да, знаю. Но я еще не сдался. Кит и Квинт. Они оставили нам Туза в рукаве. Помните данные, которые они передали? Их проанализировали. Ну, и что же в них было? Мы думали, что в панике на серой земле Вельтро использовало два однотипных корабля. Но, было третий корабль. Я был прав. Я был прав. Там в начале. Три корабля, а не два. Да, это была предпоследняя серия эпизод 11 Откровений. Если она тебе понравилась, пожалуйста, поставь лайк и внизу в комментарии напиши, как тебе серия понравилась. Либо нет. Помимо этого, подписывайся на этот ютуб канал, чтобы увидеть в финал этой замечательной игры. И оформляй спонсорскую подписку, если ты меня хочешь поддержать. Ну, а я напоминаю, что с тобой был я, Павел Абастов. Увидимся в следующей финальной заключительной серии. И пока-пока.